Как включить демонстрацию экрана в Телеграме? Не так давно Телеграм выпустил новую версию программы, в которую было добавлено множество классных функций. Но самые крутые из них это голосовые чаты и групповые видеозвонки. С этого обновления вы можете запускать видеоконференции и использовать их для онлайн-уроков, деловых встреч или семейных собраний. И это еще далеко не все. Вы можете транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры, но и изображение с экрана вашего устройства, телефона или компьютера. Или вы можете даже использовать видеоконференцию и трансляцию изображения с экрана параллельно. Привет, меня зовут Дмитрий, и сегодня вы научитесь запускать в Телеграме видеоконференцию с большим количеством участников. Как это работает, смотрите далее в этом видео, а пока что можете нажать на лайк. Это даст мне мотивацию для создания новых материалов. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал и активируйте колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе новых выпусков. Если вы еще не обновили вашу версию Телеграм, то сделайте это сейчас через настройки меню Телеграма. Видеотрансляция с камеры или изображение экрана включается в голосовом чате любой группы. Для этого необходимо сначала создать группу, если у вас таковой еще нет, и добавить в группу участников. Чтобы запустить конференцию, войдите в профиль группы, в которой вы являетесь администратором, и выберите в меню «Голосовой чат». Для пользователя iOS кнопка «Голосовой чат» доступна прямо из профиля группы. Каждый участник группы получит уведомление о начале чата, в который ему необходимо вступить, чтобы принять участие. Теперь «Голосовой чат» можно мгновенно превратить в видеоконференцию, нажав на значок камеры. Телеграм предлагает выбрать, откуда будет вестись видеотрансляция с камеры или с экрана телефона, либо компьютера. Включив режим видеотрансляции, участник может выбрать либо заднюю камеру, либо фронтальную. При помощи иконки с круговыми стрелками вы можете переключаться между режимами. Любое из окошек видео можно развернуть на полный экран, нажав на него. Вы также можете закрепить то или иное окошко, чтобы камера не переключалась на новых участников, когда они входят в чат, либо чтобы она не переключалась с одного на другого говорящего участника. Для этого выберите окно видео и нажмите на значок «Закрепить» в верхнем углу экрана. На данный момент режим видеоконференции доступен только первым 30 участникам. И в принципе, большинству пользователей Телеграма этого вполне достаточно. Однако разработчики обещают увеличить это число в скором времени, чтобы пользователи Телеграм могли транслировать лекции, игровые стримы, фестивали и т.д. Интерфейс групповых звонков оптимизирован для больших экранов ноутбуков и компьютеров, а также планшетов, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Кнопка в правом верхнем углу разворачивает боковую панель, позволяющую просматривать видео трансляции и список участников на одном экране. Для того, чтобы транслировать изображение с экрана в то время, когда уже идет видео трансляция, достаточно зайти в меню и выбрать режим трансляции экрана. Таким же точным образом можно отключить данный режим, зайдя в меню и выбрав «Остановить трансляцию». Либо вы можете нажать на окошко трансляции экрана и затем выбрать «Остановить трансляцию». В этом же меню вы можете включить, например, шумоподавление, чтобы вы могли наслаждаться качественным звуком без посторонних шумов. Но лично я не заметил какой-либо существенной разницы в звуке. Полагаю, что это в большей степени зависит от той среды или пространства, из которого вы вещаете. Вы можете это проверить на собственном опыте и поделиться им в комментариях. Добавлю от себя, что при попытках запуска трансляции экрана на iOS часто все заканчивалось неудачей. Я тестировал эту функцию на iPad и на MacBook Pro. Программа постоянно глючила и вылетала после непродолжительного промежутка времени. Как при трансляции видео с экрана, так и при групповом видеозвонке. А на Android же все работало великолепно. Если вы собираетесь передавать экран с вашего компьютера, то у вас есть возможность выбора, хотите ли вы транслировать содержимое всего экрана целиком, либо только какого-то определенного окна. И хотите ли вы при этом передавать также и звук. Скажу, что звук передается не со всех устройств. Например, я пробовал с Samsung передавать на iPad, звук не работал. А наоборот, все прекрасно функционировало. Но, как я уже говорил, программа вылетала на iPad. На этом практически все о видеоконференциях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы и оставляйте ваши комментарии. Ах да! Еще одно. При завершении видеосеанса не забудьте завершить или покинуть голосовой чат, дабы вещание голосом не продолжалось в фоновом режиме. и что может, в свою очередь, сыграть с вами добрую шутку. Желаю вам успехов в освоении телеграма и мобильной техники. До новых встреч. Пока. Ваш Дмитрий. Субтитры создавал DimaTorzok